Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом дробления бизнеса. Именно данному вопросу посвящено дело налоговый спор индивидуального предпринимателя Юманова. Вообще следует заметить, что в данном деле нет ничего нового и нет ничего того, что не встречалось бы уже в судебной практике. Но дело в том, что это дело полезно тем, что в нем достаточно четко перечислены те признаки, которые указывают на то, что лица налогоплательщики применили необоснованное дробление бизнеса. Иначе говоря, на бумаге выходило, что действует несколько лиц предпринимателей, а в действительности деятельность осуществлялась единым лицом. В споре рассматривалась ситуация, когда в торговом зале, площадь которого в совокупности не позволяла применять ЕНВД, в этом торговом зале осуществляли деятельность несколько предпринимателей. И, соответственно, они исходили из того, что, поскольку площадь между ними распределена, они могут применять единый налог на вмененный доход. Однако налоговый орган, исследовав их деятельность, посчитал, что в действительности на соответствующей торговой площади действует только один субъект. Как это было выяснено? Были, соответственно, установлены ряд обстоятельств, которые указывают на дробление бизнеса. Вообще эти обстоятельства, их можно разделить на три группы. Первая группа – это обстоятельства, связанные с организацией деятельности. Вторая группа – это обстоятельства, связанные с пространственной организацией деятельности. Ну и третье обстоятельство – это то, как соответствующие налогоплательщики выступали перед третьими лицами. Итак, что касается первой группы обстоятельств, которая указывала на то, что в действительности на торговой площади действовал один налогоплательщик. Это то, что, во-первых, осуществлялась единая, по сути, деятельность по розничной торговле, то, что имелось общее управление и ведение бухгалтерским учетом. Ну и, наконец, то, что расчетные счета предпринимателей были в одном банке и, соответственно, распоряжался данными счетами, одно лицо распоряжалось. Следующие признаки – так называемые признаки, связанные с пространственной организацией. Дело в том, что, исходя из организации деятельности предпринимателей, можно было увидеть, что фактически пространственно они никак не разделены. То есть, покупатель, когда заходил в соответствующий магазин, он мог свободно подойти к любому товару, то есть, имел свободный доступ к любому товару. То есть, никак товары друг от друга не были ограничены. Еще один признак, который указывает на пространственное единство магазина – это то, что, по сути дела, было единое место, где лицо, покупатель мог оплатить соответствующий товар. Ну и, наконец, третья группа признаков – это то, что предприниматели перед третьими лицами, прежде всего, перед покупателями, позиционировали себя как единый торговый субъект. То есть, они использовали единую форменную одежду, единые вывески и единые рекламные материалы. Таким образом, налогоплательщикам, которые хотят аналогичным образом минимизировать свои налоговые обязательства, следует иметь в виду, что налоговые органы прекрасно знают об признаках дробления бизнеса и имеют положительную практику по доказыванию недобросовестности лица в связи с дроблением бизнеса. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.